Привет, друзья! Сегодня мы будем читать книжки. Сказки братья Гримм Госпожа Метелица В маленьком домике под соломенной крышей Жил плотник Йоганн со своей дочкой. Жена его умерла, Йоганн долго печалился о ней И не мог утешиться, но время шло И решил Йоганн жениться на своей соседке Тем более была у нее дочка таких же лет Как и его собственная дочурка. Мне будет не так одиноко И девочкам вдвоем веселее, решил Йоганн Но все вышло совсем по-другому. С первых же дней возненавидела мачеха падчерицу Потому что была она красивая, ласковая и работящая Зато в своей родной дочери она души не чаяла Хоть и была девчонка грубая, уродливая и ленивая Недаром люди так и прозвали ее «Ленивица» Мачеха заставляла падчерицу целый день трудиться Мыть пол, колоть дрова, топить печку А вечером у колодца, не разгибаясь, сидеть и прясть пряжу И вот случилось однажды, что девушка уколола себе палец И вся пряжа измазалась кровью Нагнулась она к колодцу, чтобы сполоснуть веретено Но веретено выскользнуло у нее из рук и упало в воду Стала бронить злая мачеха-бедняжку Ах ты не умеха! Кто веретено уронил, тот пусть и достает Страшно было девушке, но делать нечего Зажмурила она глаза и прыгнула в колодец А когда открыла глаза, то увидела, что стоит она На прекрасном зеленом лугу, заросшем цветами Над ней голубое небо и светит солнышко Пошла девушка по дорожке и вдруг видит перед ней печка Из трубы дым валит, а в печке кто-то кричит Да так жалобно! Вытащите нас, вытащите, а то мы сгорим! Открыла девушка печку, а там полным-полно хлеба Пышного да поджаристого И правда сгорит хлеб, подумала она И вынула хлеб из горячей печи Пошла она дальше и увидела посреди луга яблоню И столько на ней спелых яблок, что ветки до самой земли наклонились «Потряси меня!» — взмолилась яблоня «Не то мои ветки, того и гляди, сломаются» Девушка потрясла яблоню, упали яблоки на траву А ветки прямо к солнышку потянулись Вдруг подуло холодным ветром и очутилась она перед небольшой избушкой На крыше гора снега, а из ледяного оконца выглядывает старушка Чепчик на старушке из снега, а платок на плечах из тонкого инея «Не бойся меня, милая!» — сказала старушка «Я госпожа метелица, иди ко мне в работницы Если будешь прилежно трудиться и угодишь мне, то и тебе будет хорошо Главное, взбивай мою перину получше, чтобы белые перья во все стороны летели Тогда на всем белом свете будет идти снег «А это для меня самая большая радость!» Согласилась девушка и осталась жить в гостях у метелицы Каждый день взбивала она перину Да так, что перья кружились вокруг, как снежинки Бывало, до того у нее замерзнут пальчики, будто иголками их колет А она все равно трудится, старается Время шло, девушка работала, не покладая рук Господь жа метелица кормила ее досыта и была всегда с ней ласкова Но с каждым днем девушка все больше тосковала по родному дому Вот однажды сидит она возле окошка и плачет Текут по щекам горячие слезы А как упадут на подоконник, стук, стук и становятся круглыми льдинками «Отчего ты так печалишься?» Спрашивает госпожа метелица «Соскучилась я по родному дому», — отвечает девушка «По милым подружкам соскучилась, а больше всего по любимому батюшке» «Так оно и быть должно», — ласково улыбнулась госпожа метелица «Отпущу я тебя домой, а за твою работу и награда тебе будет» Взяла госпожа метелица девушку за руку и повела по зеленому лугу Показала ей на высокие ворота в конце луга и отдала веретено, которое в колодец упало Попрощалась девушка с госпожой метелицей, низко ей поклонилась и пошла к воротам Распахнулись перед ней ворота и все вокруг сразу заблестело так, что смотреть больно Посыпались на траву золотые яблоки и золотые хлебцы Набрала девушка столько золота, сколько могла унести Закрылись за ней ворота и в тот же миг очутилась она наверху, на земле, возле своего родного дома Увидал ее петушок красный гребешок, вскочил на забор, да как закричит «Курочка по зернышку клюет да клюет, а наша красавица золото несет!» Обрадовался отец любимой дочки, а мачеха только поглядела на золотые яблоки и золотые хлебцы Прямо позеленела от злости и зависти Усадила она свою дочь ленивицу на край колодца Потом уколола ей пальчик веретеном, бросила веретено в колодец и велела дочери вслед за ним прыгнуть Прыгнула ленивица в колодец и очутилась на зеленом лугу Прошла она немного и видит Стоит печь Подошла она поближе и слышит из печки тоненький голосок «Вытащите нас, вытащите горячие хлебцы, а то сгорим, мы давно уже испеклись!» Охота была мне мои белые ручки пачкать, сказала ленивица и пошла дальше Идет она дальше и видит раскидистую яблоню Стала просить ее яблоню «Потряси меня, девушка, потряси! Тяжело мне, видишь, мои ветки до самой земли наклонились!» «Вот еще!» — ответила ленивица «У меня ручки к такой работе не привыкли» А тут уж далека виден домик госпожи Метелицы Крыша снегом засыпана, окошки ледяные «Возьми меня в работнице!» — сказала ленивица «Я уж тебе угожу!» «Будь по-твоему!» — согласилась госпожа Метелица «Только хорошенько стели мне постель и взбивай мою перину, чтобы перышки во все стороны летели» Первый день ленивица старалась угодить госпоже Метелице Потому что все время думала о золоте А на второй день начала она лениться Надула губки и стала ворчать «Ой, бедные мои ручки, совсем замерзли! Бедные мои пальчики, совсем застыли и окоченели!» Тряхнула разок другую перину и бросила ее на кровать «Такая работница мне не нужна!» — сказала госпожа Метелица «Отпускаю тебя домой, а за твою работу и награда тебе будет!» Взяла госпожа Метелица ленивицу за руку И повела по зеленому лугу к высоким воротам Обрадовалась ленивица и думает «Я еще больше золота домой принесу!» Распахнулись перед ленивицей ворота И посыпались на нее яблоки По голове бьют, по плечам Вдруг налетел черный дым из печки Все ее перемазал И волосы, и руки, и лицо В тот же миг скрылась госпожа Метелица Ворота захлопнулись И очутилась ленивица Прямо перед своим домом Вскочил петушок красный гребешок на забор и запел Курочка по зернышку клюет да клюет А ленивица все черное домой идет И такой этот черный дым от горелого хлеба оказался въедливый Что ленивица целый год в бане парилась И то до конца так и не отмылась До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик Ставьте лайки И вместе мы прочтем еще много интересных книг Субтитры создавал DimaTorzok